Спотифилум желтеет листья, причиной лечения. Спотифилум называют женским счастьем. Если это цветок появился в доме, то все невзгоды молодых девушек или замужних дам должны остаться позади. Но не всегда растение комфортно чувствует себя в доме. Почему у цветка спотифилум желтеет листья и что с этим делать, должны знать не только начинающие, но и опытные цветоводы. Как проявляется пожелтение листьев спотифилума? Выращивание в домашних условиях спотифилум антуриума может доставить цветоводу некоторые хлопоты, несмотря на то, что это тропический экзот достаточно неприхотлив. Пожелтение листовой пластины этого растения – явление, которое часто встречается. Перед началом лечения требуется выяснить его причины. Здоровый цветок внешней наличия проблемы хорошо заметно. Сначала начинают желтеть кончики и края листьев, либо вся пластина целиком теряет зеленый цвет. Постепенно процесс перебирается на оставшуюся зелень. Растение начинает увядать. Возможные причины – проблема появления желтых листьев и сухих кончиков. Спотифилум – популярный комнатный цветок. Он отличается высокими декоративными свойствами даже в отсутствии цветения. Это обусловлено наличием у растения глянцевых ярко-зеленых овальных листьев, которые растут из грунта. Но когда у спотифилума начинают сохнуть кончики листьев, он выглядит менее привлекательно, а потому стоит научиться в короткие сроки бороться с этим явлением. Пожелтение листовой пластины целиком естественное старение цветка, женское счастье пожелтения и последующее падание листьев может быть естественным процессом, означающим, что растение уже взрослое. Данная процедура является лишь способом омолодиться. Процесс не является губительным для цветка, а потому не стоит лишний раз из-за этого волноваться. Обратите внимание, подобное явление может наблюдаться и у молодых растений. Только у них это обусловлено длительным цветением. На образование бутонов спотифилум тратит много сил, а потому питательных веществ на зеленую массу может попросту не хватить. Вирусные и грибковые инфекции – более опасная ситуация, когда цветок заражен вирусными и грибковыми инфекциями. В этом случае он может в короткие сроки погибнуть. Пожелтение начинается с нижних листьев, постепенно распространяясь на соседние. Начинается с бурых пятен, которые начинают разрастаться. Нужно принимать меры по лечению сразу, чтобы спотифилум не погиб. Зараженные листья требуется срезать растение и обработать фунгицидным раствором. Стоит также осмотреть корневую систему на наличие гнили. При необходимости срезать пораженные корешки и обработать места срезов древесным или активированным углем. Вредные насекомые вредители также часто встречаются на данном растении. Более прочих, оно подвержено нападению паутинных клещей, мучнистых червецов и трипсов. После их выявления требуется провести обработку растения при помощи специальных инсектицидов. Если были обнаружены вредители в очи, стоит пересадить растения, обеззаразив грунт. Мучнистые червецы на спотифилуме дефицит необходимых микроэлементов и минералов в грунте целиком желтеющие листья сигнализируют о недостатке питательных микроэлементов в субстрате. В этом случае симптом может означать отсутствие как целого ряда элементов, так и какого-то определенного. Что сделать в этом случае? Вести в грунт комплексное удобрение. Важно! Если корневая система цветка сильно разрослась и оплила земляной ком полностью, то рекомендуется пересадить растения. Также решением ситуации может стать деление куста. Особенно острый спотифилум реагирует на недостаток магния. В этом случае растения перестают расти и становятся достаточно вялым. Признак отсутствия этого элемента – листья бледнят, но их прожилки остаются ярко-зеленого цвета. Лечение заключается в введении в грунт сульфата магния. Недостаточное или избыточное освещение листва спотифилума начинает приобретать желтый оттенок в том случае, если он длительное время пребывает в некомфортных условиях. Чтобы поправить ситуацию, необходимо поместить его в благоприятную среду. Большую роль для этого неприхотливого растения играет освещение. Листья могут пожелтеть как из-за его избытка, так и из-за его недостатка. Во втором случае они не становятся насыщенного желтого цвета, а просто бледнеют. Растение начинает также медленно расти. Нельзя ставить цветочный горшок со спотифилумом на подоконник, не рассеивая при этом солнечные лучи. Палящее летнее солнце может оставить ожоги на листочках нежного цветка, несмотря на то, что он является светолюбивым. Признаки недостаточного освещения цветка сухой воздух в холодное время года появляется еще одна причина пожелтения последующего. Увидание листьев спотифилума, заключающейся в неправильном уходе. Ею является расположение горшка с цветком вблизи отопительных приборов. Процесс начинается с концов листьев, затем затрагивает более обширные зоны, пока растение не ослабеет, перестанет цвести, а может и вовсе погибнет. Решить ситуацию можно несколькими способами. Убрать растение в другое место. Расположить рядом увлажнитель воздуха или поставить емкость с водой. С помощью пульверизатора опрыскивать листья растения. В этом случае растение должно перестать желтеть. Поврежденные листья постепенно начнут возвращать окраску. Если процесс затронул только край, а не половину пластины. Однако, чтобы на цветке не завелись вредители, рекомендуется срезать нездоровые участки. Низкая температура помещений или сквозняки растения иродом из тропиков, а потому низкие температуры негативно на него влияют. Зимой стоит следить за тем, чтобы не дуло из окна и цветочный горшок не располагался на сквозняке. Если в комнате достаточно холодно, рекомендуется подложить под емкость с растением кусок пенопласта или толстую шерстяную ткань. Неправильный полив, нерегулярный полив может стать причиной плохого самочувствия растения. При этом нужны полумеры, не стоит заливать цветок, но и недостаток влаги нежелателен. В этом случае лист начинает не только желтеть, но и чернеть с краевых. Стоит обратить внимание, что черная кайма сухая. Залитое растение, если земля между поливами успевает пересыхать, то цветку может недоставать питательных элементов. При чрезмерном увлажнении в сочетании с низкой температурой воздуха в помещении спатифилум может стать хорошей средой для развития грибка. Обратите внимание, рекомендуется содержать грунт всегда в увлажненном состоянии, но вода не должна при этом застаиваться. Для этого в горшке должны быть дренажные слои и отверстия, с помощью которых можно контролировать количество влаги. В стрессу недавно купленного спатифилума для продажи растений используется грунт с большим количеством удобрений, чтобы цветок выглядел более привлекательным. После покупки рекомендуется пересадить спатифилум. Некоторое время он может выглядеть нездоровым, но это означает лишь, что он находится в стрессе. Необходимо дать ему некоторое время для акклиматизации. Лечение цветка – женское счастье. Реанимация растения различается в зависимости от негативных факторов, вызвавших пожелтение листвой. При нехватке питательных элементов стоит либо просто удобрить цветок, либо пересадить его в горшок большего размера, если корневая. Система заполнила прошлую емкость полностью. При пересадке нужно следить за состоянием корней, поврежденные и сухие, обрезать, обработав места срезов. Грунт должен подходить для родных растений. Также он должен содержать дренажный слой. Корни требуется аккуратно расправить по холмику у земли, засыпав сверху новые порции субстрата. После этого в течение месяца не рекомендуется подкармливать цветок. Пересадка растения при заболачивании почвы требуется извлечь растение из горшка, осмотреть его корневую систему, а затем пересадить в новый субстрат. В дальнейшем нужно отрегулировать график полива таким образом, чтобы грунт был влажным, но не мокрым. Как ухаживать за спатифилумом, чтобы листья не желтели и не сохли? Последующий уход за цветком должен быть грамотным, а потому стоит ознакомиться с рядом требований, которые предъявляет спатифилум. Рекомендуется вовремя вносить правильные подкормки. Увеличивать их количество требуется в момент формирования бутонов. Для этих целей используются калийно-фосфорные удобрения, минеральные и борные. Важно! Азот стоит сократить до минимума, поскольку он нужен для формирования зеленой массы в начале периода вегетации. Основная проблема у начинающих цветоводов с уходом за спатифилумом заключается в чистоте полива. Для удобства проверки уровня влажности рекомендуется высаживать цветок в разрачный горшок. Также можно поместить в земли маячки, меняющие свой оттенок в зависимости от уровня влажности. Измеритель уровня влажности почвы субстрат не должен пересыхать и превращаться в болото. В вегетационный период цветок стоит обильно поливать, но когда он пребывает и покой полива необходимо сократить. В помещении должна быть высокая влажность воздуха, для поддержания тургора листьев стоит опрыскивать их из пульверизатора. Необходимо разместить цветочный горшок с цветком вместе с комфортными условиями. Спатифилум – светолюбивое растение, однако солнечный свет стоит рассеивать. В весенне-летний период температура воздуха должна быть выше 20 градусов Цельсия, а в осенне-зимний – опускать до 16 градусов Цельсия. Довольно частая ситуация, что у цветка спатифилум сохнут кончики листьев. Необходимо вовремя обнаружить причину возникновения этого явления, чтобы начать правильное лечение и спасти от гибели. Впоследствии рекомендуется пересмотреть правила ухода, чтобы подобная проблема вновь не возникала.